Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Сейчас я тише сделаю. Я не знаю, вы слушаете или нет. Мари Лафорре. Это шикарная, шикарная была певица такая. Замечательнейшая Мари Лафорре. К сожалению, умерла французская певица. Красивая, необыкновенная. Дорогие мои, делаю салат такой, щеточка. Я часто делаю такие салаты. Я, наверное, вам уже показывала эти салаты. Вот, для этого обязательно должно быть у меня оливковое масло. Для этого должно быть что-то из овощей. Вот этот именно салат, он вычищает из меня все, что можно. Только из моих родных и близких. Кишечник чистит на раз. Ем я его на голодный желудок. Это у меня заменяет полностью, допустим, ужин. Ну, я не знаю, во сколько вы ужинаете, но я ужинаю до... Стараюсь до семи. Так, смотрите. У меня на терочке потерта морковка. Обыкновенная морковочка. Ой, капуста. Я уже все. Можно, кстати, с морковкой тоже. Я сегодня морковку не использую. Вот у меня шикарная капуста. Дальше. На терочку потерла сельдерей. Сельдерей полностью полезный овощ. От листиков до корнеплода. И лучок. И сейчас вот у меня такой шикарный сельдерей. Он был огромный. Вот такой корень, я имею ввиду. Был огромный. Вот я его уже сколько потратила. У меня осталось чуть-чуть. А был прямо, ну, как арбуз. Такой большой корень был. Так, сейчас у меня сельдерей уходит с луком репчатым. Сюда же. Вообще сельдерей это такая вещь необыкновенная. И топинамбур. Но за топинамбур у меня внизу в описании будут ссылочки в продолжении этого видео. У меня топинамбур чистенький, красивый. Я его не буду чистить. Знаете, как вот срезать. Я его помыла хорошо. Он у меня чистый. Он у меня классный. Топинамбур у меня полностью заменил картофель. Когда-то много лет назад я себе решила. Я вижу, что люди все равно картофель используют. Болеют, болеют. Кто-то себе провозглашает какие-то болезни. Не понимая, что сейчас самый опасный картофель в феврале. Он готовится к прорастанию. Там в нем столько гадостей. И ядов собралось. Что и крахмала, который в крови превращается в сахар. А это питательная среда для рака. Что мне жалко. Просто жалко тех людей, которые не хотят услышать элементарного, очевидного, что уже доказано. Ну, выбор. Выбор. У каждого есть свой выбор. Так. И вот у меня замечательнейший мой топинамбур ушел сюда. Дальше все очень просто и замечательно. Лимонный сок. Я сейчас возьму, наверное, лимончик. У меня вообще-то есть сок, но я возьму все-таки лимончик. Вот. Возьму, отрежу немножко лимончика. Некоторые говорят, что это искусственный сок. Нет, я в эту бутылочку свою. Кто часто видит у меня вот эту бутылку. Вот сюда. Мне просто в ней удобно очень. Вот в этой бутылочке. Я туда наливаю лимон и все. Но иногда делаю так. Вот. Иногда просто мне надо сразу, чтобы сельдерей и топинамбур у меня не потемнели. Все. Сок пошел. Так. Теперь оливковое маслечко. Это салатик щетка. Чуть-чуть оливкового масла. Можно без оливкового масла. Как хотите. Посолили. Поперчили. Перчу я обязательно. Всегда много. И добавлю. И перчу я чем? Черный перец. У меня. Чтобы всасывалось в кровь. Все хорошо. Я использую черный перец. Паприка. Ну, паприка это кладезь. Просто. Паприка это кладезь витаминов. А есть еще у меня курпапир. Но здесь мне нужна только паприка и черный перец. Именно в этот рецепт. Для чистки крови. Для чистки. Мощной чистой крови. Мне нужен черный вот перец. И такой перец. Дальше. Немножко куркумы. Корень куркума. Немножко. Ну, и имбирь я сюда не добавляю. Здесь он мне не подходит. Так. Все. Этого достаточно. Теперь кунжут. Вот сюда немножко кунжутных зерен. Я добавляю. Вот так это смотрится. И мой зеленый огород. Как его сажать? Очень просто. Чистите, например, свеклу. Обрезали ее вот так ровненько. И не выбрасывайте вот эту верхнюю часть. Поставьте в какой-нибудь судочек. Немножко водички. Я не знаю, мне говорят там у кого-то запах какой-то идет. А зачем вы что, в воде держите? Нет. Вы полили чуть-чуть. Он выпивает. И там нету воды. Вот вы если посмотрите, сейчас я вам покажу. У меня там нет воды. Вот. Слегка влажно. Попшикали чуть-чуть. И все. Нет воды никакой там. Застоя нет никакого. Все свеженькое, чистенькое. Классное. Иногда промываю. Как все растения любят. Вот. И тоже мне эти листочки нужны. Я их вот так вот оставляю. Самые маленькие, например. А большие убираю. Вот. А те продолжают расти. Большие убираем. Большие у нас идут в салат. А потом свежие, маленькие, зелененькие продолжают расти. У меня таких судочков много. Штук 10. Поэтому у меня всегда есть много зелени. Вот. Также таким же способом я делаю с морковкой. Вот так вот ставлю. И все вот эта вся зеленая травочка, муравочка, она вся растет. Это все полезная зелень. Не зацикливайтесь. Микрозелень выращивайте. Не зацикливайтесь на укропе и петрушке. Не зацикливайтесь. А то получается у вас из еды котлета жареная, картошка жареная. А зелень у вас лук, укроп, петрушка. До свидания. Все. Не зацикливайтесь. Вот. Пожалуйста. Вот так вот это все смотрится. И, конечно же, оливковое маслечко. Ну, а как же без него? Сельдерей я вообще ставлю на один уровень с женьшеньем. Вот почему я беру продукцию Оник, да, салаты Оник, вот эти в пластиковой упаковке. Потому что там женьшень. А продукция вот эта вот, поэтому мне она и нравится. Женьшень и сельдерей для меня на одном уровне. Потому что в листьях, в растениях, там столько аминокислот, там аминокислоты разные. Там каротин есть, аспарагин, никотиновая кислота, сирозин, эфирные масла. Чего столько? А сколько там витаминов группы В? Так, я открываю бутылочку сейчас. Про витамин А, там витамин К, витамин Е, аскорбиновая кислота. Это уникальный, уникальнейший корнеплод. Так, вот мне нравится эта бутылочка именно. Я ее открыла, тут сразу уже есть вот эта штучка. Вот этой фирмы взяла. Это нам гораздо лучше, чем предыдущее оливковое масло. Не нужно сюда уже ничего вставлять, хотя у меня есть такие специальные поливки. Все тут уже есть. И полили. И это такая чистка кишечника. Вот этот салат, он называется щеточка. Все, ничего сложного в нем нет. Все готово. Кушайте, будьте здоровы. Кстати, можно и лен, семена льна сюда положить. Хотите орешки, но... Дело в том, что грецкие орехи, да, у меня их много. Я выращиваю, у меня там более 11 деревьев, более. Но все-таки жирность, жирность. А мне нужно именно классическую щеточку, чтобы очистить свой кишечник. Вот как худеть надо. А девочки что? Никто ничего не ест, там отказываются, на какие-то диеты садятся, еще что-то делают. Вы просто возьмите, окунитесь в здоровый образ жизни. Вы столько интересного откроете для себя. А я люблю вас. Будьте благословены, вы и ваши близкие. Вот именно этот салат, он очистит стенки кишечника. Он вас обогатит теми витаминами, которые чистят еще кровь и печеночку. Потом омолаживающие. Какие свойства имеет одна только лишь капуста? В сельдерее железо, магний, кальций. И в капусте чего только нет. Ну и отеки. Вот сельдерей у меня уберет отеки. Он самое главное убирает отечность. Да и Альцгеймера вам не грозит, если вы постоянно делаете вот такие салаты. Ну это же еще сельдерей мощный афродизиак. Ну еще я использую сок сельдерея. Я сейчас буду делать масочку обязательно. Отбеливающую. Я люблю отбеливающие масочки, потому что мне не нравится, когда пигментация и все такое. У меня есть видео с сельдереем. Если не поленюсь, буду делать, когда масочку включу камеру. Любви, здоровья. Сочетайте все вот именно эти ингредиенты. И они чудо, что сделают с вашим кишечником и здоровьем. А цвет лица какой будет? Откажитесь вы от жареного. Прекращайте уничтожать себя этой картошкой. Если вы мне не верите, ну посмотрите, вот написано саланин. Сейчас как раз картошка готовится к проращиванию. Январь, февраль дотрагиваться до нее нельзя, не то что есть. Саланин это в картофеле возбуждение, а затем угнетение нервной системы. Разложение эритроцитов. Для человека и животных саланин может быть токсичен. Понимаете? И когда мне весной люди говорят, ой, голова болит, ой, в конце февраля, начале марта, плохое состояние, угнетение нервной системы, так плохо подташнивает, болезни. Да вы картофелем себе просто уничтожаете все, что можно. Там же столько саланин, он сейчас накапливается, накапливается. Зачем вам это надо? Поэтому я давно отказалась. Вот топинамбур, который здесь сейчас находится. Топинамбур. Понижает холестерин. Для диабетиков это чудо-продукт. Его и отвариваешь, его... И я иногда его отвариваю. Он у меня заменяет полностью картофель в супах, в соусах, в других блюдах. Я его запекаю. И его еще и сырым можно есть вот так. Просто красота. Вот такое здоровье. Делюсь тарелочкой здоровья с вами. Люблю вас. Да, здоровая пища это труд. Пока-пока.